Приветствую вас! Давайте мы с вами разберёмся сейчас с тем, что происходит. Итак, вы пишите, живу за свекровью. А вы знаете, ну, вам уже моя коллега сделала на этом акцент, вот. Я думаю, что, наверное, ну, не стоит об этом больше говорить, но всё же сначала мне бы хотелось как-то вот немножко раскрыть этот момент. Примечательно, что вы говорите живу свекровью. То есть, не живём, а живу. То есть, само по себе, самый по себе данный факт, сам по себе, является несколько противоречивым, потому что свекровь подразумевает, что у вас есть муж. И если у вас есть муж, то, соответственно, вы не живёте одна, да? А вы живёте, собственно, с ним вместе с мужем, вот. И судя по тому, что вы пишите, у вас есть определённые проблемы в отношениях с мужчиной, вот. И мне думается, что именно это и является, собственно, ключевым моментом проблемы. Ну, на мой взгляд, конечно, вот. Потому что, собственно, если бы у вас с вашим мужем всё было бы в порядке, то, соответственно, и проблема со свекровью бы решилась сама собой. Ну, я надеюсь, что вы в любом случае это понимаете, потому что момент, на самом деле, достаточно серьёзный. Ну, вот. Ну, для вашей ситуации в целом. Так, женщина неугомонная, везде свьёт, значит, свой нос, властная, грубая, но только с домашними. Ну, совершенно очевидно, что свекровь вам не переделать, свекровь вам не поменять. Совершенно очевидно, что... она, скорее всего, такой и будет, вот. То есть, совершенно очевидно, что у неё своя модель поведения, вот. Другой вопрос. Как для вас, именно для вас, данная ситуация стала вообще возможной? Вот. Вот это, конечно, то, что мне больше всего, наверное, хотелось бы выяснить, и это то, с чем, собственно, вам и нужно работать, на мой взгляд. Потому что вы не уверены в себе, вы позволяете человеку обращаться с собой подобным образом, вы допускаете, что бы к вам так относились, вы прогибаетесь под ней, получается. А это значит, что, с одной стороны, вы не уверены в себе, да, и у вас, возможно, у вас, возможно, занижена самооценка, да, вот. С другой стороны, ваши отношения с мужем оставляют человек лучшего, потому что именно муж должен решать проблему, значит, со своей свекровью, а не вы. Вот. Ну и, собственно, защита, это повышение своей уверенности, разбор внутренних противоречий, улучшение отношений с, значит, ну, с мужем, вот, если угодно, улучшение отношений с вашим мужчиной, вот. Ага. И, собственно, более четко, более ярко, явная профессиональная ориентация. Вот. Возможно, потребуется проработка отношений с вашей мамой, потому что, ну, с вашими родителями, потому что такое поведение и подобная жертвенная позиция, она не могла взяться ниоткуда. И, значит, она взяла, значит, значит, что-то, что-то ее обусловило, и вот, пожалуй, ключевой момент, который можно заметить, да? Ключевой момент, это именно вот то, что у вас не расставлены личные границы. Вот. По моему мнению. То есть, адекватно они, адекватно они личные границы у вас не расставлены. Вот. И, вследствие этого, вследствие этого, наблюдаются трудности у вас. Вот. Например. С какой стати вы платите, значит, бабочке за то, чтобы она сидела со своим внуком, да? С какой стати вы, значит, уходите с работы по ее, ну, по ее мнению, там, и так далее? Вот. Все это ваша ответственность, и все это из-за того, как вы воспринимаете себя. Вот. И меня очень интересует то, как вы делаете это, меня очень интересует, какого вы о себе мнения. Вот. Вы говорите, что она высасывает из вас энергию. Я с вами категорически не согласен, потому что не она высасывает энергию, а вы позволяете ей это делать. Для чего? Какой в этом смысл? С какой целью вы это делаете? Вот. Все вопросы, которые нужно разбирать. А так вы просто на нее жалуетесь. Это просто одна большая жалоба обиженного ребенка, то бишь, вас. Вот. И меня, конечно, интересует то, значит, как так вышло, что вы стали вести себя как вот ребенок, обиженный ребенок, да, которому, ну, можно сказать, что-то не нравится. В отношении к нему свекрови. То есть, понимаете, свекровь, она вообще может говорить все что угодно, да. То есть, вообще, это ее право абсолютно. Это ее право, это ее вообще выбор. Вот. Вы реагируете. Вот. Ваша реакция, это ваша ответственность. Вы говорите, вы говорите, как защититься и наладить быт и жизнь. Работать с вами нужно. С вашим сценарием. Понимаете? Вот. С вашим отношением к себе. Нужно работать. А не так, что вы вот просто взяли, да, и получили ответ на свой вопрос и наладили жизнь и быт. Ведь, если такая ситуация стала, значит, возможной для вас, значит, у нее, скорее всего, были причины еще раньше, до того, как это все началось. Вот. По какой причине ваш муж вас не защищает и почему он не берет дело в свои руки? Вот. Может быть, он не защищает вас, потому что у него нет стимула вас защищать, что вы так себя ведете, что вы его заплатите, если что заплатите, значит, бабушке за то, чтобы она посиделась, если ребенка, понимаете, то есть вам, вы сами берете все в свои руки. И мужчине, естественно, не хочется ничего делать. Вот. Это модель вашего женского поведения. Вот. На мой взгляд, модель достаточно серьезная. И корректировать ее нужно тоже серьезно. Вот. Только так можно вам помочь. Понимаете, чтобы наладить быт и жизнь, чтобы не зависеть от людей, значит, ну вот, с которыми вы живете, да, чтобы, чтобы не зависеть от них. Вот. Вам нужно лучше относиться к себе и быть уверенным. А вот что мешает вам это, что не позволяет вам, по каким причинам вы не можете, вот. Это уже вопрос, конечно, куда более серьезный и о нем, об этом вопросе и нужно с вами разговаривать. Вот. И только после этого, после того, как будет выработана вот эта вот позиция вашего и ваши личностные проблемы будут решены, решены. И вот только после этого можно будет уже говорить о том, какие можно конкретные рекомендации вам дать для того, чтобы, для того, чтобы вы не испытывали тех проблем, которые испытываете сейчас. Вот. Я полагаю, так, можно вам ответить на ваш вопрос. Понимаю, что это было немного, небольшой ответ. Вот. Но, тем не менее, ответ был дан настолько, насколько, значит, ну, насколько вы обещали себе суть дела. То есть, по сути, все ваши сообщения, это одна большая жалоба на свекровь. При этом о своем отношении, о себе, о своем музе вы ничего не говорите. А ведь это ключевые моменты. Вот. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Помните, что от того, как вы чувствуете себя сами, от того, как вы относитесь к себе сами, зависит то, как вам относятся другие люди. Вот. Пожалуйста, помните это, не забывайте, и именно на это ориентируйтесь в, значит, ну, в дальнейшей корректировке своей жизни. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.